Превращение Сяяня под влиянием ледонящего кости пламени смотрится потрясающе. По всему его лицу появились странные огненные линии, а также аура холодного огня. Такой стиль Сяяня с седыми серебристыми волосами, думаю, понравится многим. Это очень крутая техника усиления. Никто не ожидал, что Сяянь сможет использовать третью форму. А главное, все виды пламени в этой секретной технике – сущности огня. Да, третья форма метаморфозы пламени Сяяня крайне эпичная. Он поднялся со второй звезды предка до уровня 7 звезд. Вот теперь протектору Ву мало не покажется. Кстати, интересно, был ли он удивлен, увидев живого и здорового Юньшаня? Точнее, Яо Тяньхо в его теле. Ведь давным-давно этот же протектор Ву добил его и забрал душу Юньшаня для собственного усиления. А еще в серии Сяянь заметил, что Яо Тяньхо начал вести себя иначе. А тебе не кажется, что господин Тяньхо стал вести себя иначе? Может, смена внешности так сильно повлияла? В оригинале такого сюжетного поворота вообще нет. Неужели нам намекают, что вместе с телом Юньшаня, к Яо Тяньхо перешли какие-то остатки первого владельца? Вы только представьте, к чему это может привести. Ведь Юньшань это давний враг Сяяня. А с силой почтенного воина, он может реально навредить Сяяне. Вероятно, далее в аниме это разъяснят подробнее. А вы как думаете? Напишите в комментариях, что же внезапно случилось с характером Тяньхо. Нам немного показали Сюнэр, правда только со спины, но в трейлерах мы можем увидеть её новый облик. Довольно большие изменения Гу Сюнэр практически не узнает. Она также стала более взрослой и красивой. Когда Сюнэр узнала, что Сяянь в опасности, она немедленно отправилась с двумя телохранителями в город Е. Ледяная долина и зал душ искали Сяяня. Сюнэр беспокоилась, что он пострадает, поэтому она призвала двух могущественных старейшин уровня почтенного воина, а именно старшего Линь и Янь, чтобы они открыли царство Гу и через пространство направились в город Е. Нас ожидает эпичная битва Сяяня, усиленного тройной метаморфозой, против протектора Ву и старейшины Тяньше. Успешно победив обоих и схватив душу протектора, Сяянь начал чувствовать, что эффект метаморфозы пламени заканчивается. Но он успел за это время победить двух предков, одного на восьмой звезде, а второго на пике девятой звезды. Это чудовищный результат. Сяянь, помня что протектор Ву сделал с учителем, не щадил его и прожарил пламенем падшего сердца. Протектор Ву, измученный болью, попросил Сяяня прекратить мучение и убить его на месте. Как поступит Сяянь? Сохранит ли его душу или уничтожит? Ситуация неожиданно усложнилась, когда в небе появился отряд Зала Душ во главе с почтенным Цинхаем. Его мощная аура сразу же привлекла внимание всех, а горожане застыли в ужасе. Сяянь, увидев прибывших, понял, что ситуация резко ухудшилась. Появление Цинхая сразу же изменило баланс сил, так как он обладает силой почтенного воина двух звезд, что вызвало напряжение у Сяяня и Тяньхо. Протектор Ву, уже умирающий, призвал Цинхая схватить Сяяня, ведь таков приказ главы Зала Душ. Сяянь действовал быстро и запечатал душу протектора Ву в нефритовую бутылку. Почтенный Цинхай сделал шаг вперед, и пространство вокруг Сяяня затвердело, лишая его возможности двигаться. Ослабленный после предыдущей битвы, он не мог сопротивляться силе почтенного воина. Когда Цинхай почти достигает его, чтобы захватить, в последний момент вмешивается таинственная сила. Голос предупреждает, что если он не отпустит Сяяня, то умрет. Это была Сяуи Сянь, которая продвинулась на уровень почтенного воина и взяла под контроль ядовитое тело. Да, Цинхай Зала Душ столкнулся с неожиданной угрозой в лице Сяуи Сянь. Ее появление моментально изменило ход сражения. Ранее Цинхай был уверен в своей победе, но теперь осознал, что ситуация выходит из-под контроля. Вскоре началось сражение. Цинхай, используя свою мощь, пытался атаковать, но Сяуи Сянь легко уклонилась и применила свой смертоносный яд, что заставило противника отступить. В это время на помощь к Сяяню и Сяуи Сянь пришел Яо Тяньхо. Он предложил отступить, особенно учитывая состояние Сяуянь. План заключался в том, чтобы уничтожить барьер и сбежать. Яо Тяньхо был впереди всех, взял с собой Сяяня и Сяуи Сянь и приготовился вырваться из города Е как можно скорее. Однако, побег не удался. Цинхай и его союзники не собираются отпускать Сяяня. Началась напряженная гонка за время. Тяньхо и Сяуи Сянь атаковали барьер, создавая тоннель для побега. Но даже этот шаг оказался сложным из-за нового противника, который появился в самый неподходящий момент. Загадочная фигура на ледяном троне, обладающая еще большей силой. Это не кто иной, как Бенхея, глава долины ледяной реки. Почтенный воин четырех звезд. Он лично пришел ради ядовитого тела. Видя, что ситуация безвыходная, Сяуи Сянь и Яо Тяньхо атаковали вместе. Но глава долины победил их всего одним движением. Столкнувшись с таким могущественным врагом, Сяу Янь приготовился к худшему. Возможно, придется использовать лотос уничтожения четырех святов, чтобы сражаться насмерть. Вдруг из искаженного пространства появились двое стариков, которые внезапно остановили Бенхе. Вслед за ними возникла таинственная фигура в зеленом платье, которая своим ледяным голосом обратилась к главе долины. В ее руке появилось золотое пламя, а затем взорвался золотой свет, мгновенно воспламеняя все это место. Сяу Янь был потрясен. Огонь в руке Сюнэр был, без сомнения, небесным пламенем. Хотя Яо Тяньхо и Сяу Янь вместе очень сильны, если бы Сюнэр не пришла на помощь, Сяя Янь определенно не смог бы избежать катастрофы. Гу Сюнэр пришла как раз в нужное время. А интересно, сможет ли Сяя Янь навредить главе Бенхе, если использует лотос уничтожения четырех цветов во время усиления тройной метаморфозы пламени? Метаморфоза третья. На самом деле, позже Яо Тяньхо дал ответ на этот вопрос, так как Бенхе был примерно уровня Танчжэня из Долины Горящего Пламени. Сила главы Бенхе была действительно ужасающей. Между почтенными воинами существовала строгая разница в уровне. Даже если эта разница была всего в одну звезду, разрыв силы был огромным. Вот почему после появления главы Бенхе, почтенный Цинхай Золодушь относился к нему с уважением. Очевидно, что Сяя Янь находился в невыгодном положении. Даже если он создаст лотос уничтожения на уровне предка Семи Звезд с тройным усилением пламени, он не сможет убить Бенхе. Более того, учитывая способности главы долины, он явно не дал бы Сяя Янь шанса создать этот лотос. Другими словами, если бы Сюнер не пришла на помощь, окончательный результат окажется лишь тупиком. А что вы думаете об этом? Напишите в комментариях, смог бы Сяя Янь победить Бенхе своим самым сильным оружием – лотосом уничтожения четырех цветов. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!